Великой Страстной Пятницей 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! На храмовые территории, на территории церковных дворов, в наши православные кубанские храмы. Например, в нашем рождественском храме можно заказать свечу на пасхальную службу в храм. Туда, где закрыто, будет перенесена свеча для тех, кто захочет зажечь свечу за пасхальным богослужением в пустом храме, но на подсвечнике у святых алтарей. Ну а кто захочет, может поставить их и на улицы в специально приготовленных для этого местах. И, конечно, куличи. Напомню, что с 12 часов 18 числа, завтра в субботу, начнется освящение пасхальных снегей и куличей. И через каждые 10-15 минут, чтобы не создавать скопление людей, будет священник выходить и освящать ваши пасхи и куличи. Помимо освящения ваших куличей и снеги, наша трапезная и наша пекарня приготовили свои, испеченные в храме, куличи и снеги. Из творожной продукции, из нашего подворья, даже можно здесь приобрести творожные, настоящие, по древнему рецепту, изготовленные пасхи. Отвечая на вопросы, которые поступают к нам, а поверьте, очень много людей смотрят наши прямые трансляции, очень много присылают нам своих вопросов. Один из них мне показался очень интересным. На Пасху обычно преподается друг другу братское христианское троекратное целование. И своим прихожанам я советую и благословляю приветствовать на Пасху друг друга таким образом, сердечным целованием. Как это? Поздравляющий с Пасхой произносит «Христос воскресе» и полагает руку на сердце с поклоном. К тому, кого он поздравляет. Отвечающий и принимающий поздравления также полагает руку на сердце и поклоном отвечая, говорит «Воистину воскресе Христос!» И отвечает взаимным поклоном от сердца благодаря поздравляющего со Светлой Пасхой Христовой. А потому постараемся прийти хотя бы на прихрамовые территории и здесь, у этих духовных источников, которые есть Храм Божий. А Храм Божий — это небо на земле. Не верьте никому, кто говорит, здесь можно заразиться. Это врачебница духовная. Когда у нас болит тело, мы идем во врачебницу телесную, и там получаем телесное избавление от недугов. А когда у нас болит душа? А скажите, у кого она сегодня не болит? Вот почему нам нужны эти врачебницы духовные, которые есть Храмы Божии. Будем приходить хотя бы на прицерковные территории и здесь, у этой врачебницы, получать исцеление для своей души и тела. Храни всех вас Христос! Субтитры создавал DimaTorzok